Интерактивный телемост первой музыкальной мультимедийной пресс-конференции, организованной Минским городским исполнительным комитетом, Минсконцертом и компанией «Волком А1», связал представителей масс-медиа пяти городов в Беларуси. Информационным поводом послужил выход музыкального проекта «Классика у ратуши с Волком А1» на национальный уровень. К Минску, в котором фестиваль будет проводиться уже в пятый раз, в этом году присоединятся Брест, Гомель, Гродно и Витебск. К юбилейные татья подошли с большой ответственностью, с отношением особенным, поэтому, естественно, проект набирает обороты, он расширяет свои границы, и я думаю, так будет, и мы говорим о том, что уже «Классика у ратуши с Волком» это традиционное мероприятие, традиционная серия концертов, которая будет постоянно радовать людьмичам и слушать уже белорусов в целом нашей стране. Программа десяти концертов, которые состоятся в пяти крупнейших городах Беларуси, будет самой сильной за все пять лет существования проекта, пообещали организаторы фестиваля. Лучшими коллективами страны будут исполнены классические произведения композиторов мировой величины. Впрочем, уже во время интерактивного телемоста журналисты смогли насладиться в реале музыкальными визитками, исполненными музыкантами городов-участников. Брест покорил участников телемоста Тарантелой Джоакана Рассини в исполнении Валерия Щупак и Натальи Иселенок. Насладиться живым звуком и исполнением классических произведений брестская публика сможет 28 июля. Эпицентром музыкального события по традиции станет центральная площадь нашего города – Ленина. А посетить мероприятие сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Организаторы учли и тех, кто в этот день не сможет прийти на праздник классической музыки. Всю концертную программу можно будет посмотреть через мобильное приложение ВОКа в сети любого мобильного оператора, на одноименном сайте или по телевизору через приставку Smart TV. Такое зрелище должен увидеть каждый. Для брестской публики и, в принципе, для публики классической музыкой такие концерты, они дают очень многое, потому что классическая музыка, она сама по себе очень сложная, очень интеллектуальная и заставляет человека внутренне обогащаться, интеллектуально обогащаться и расширять свой кругозор.